Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виталий Волков. Основные темы выпуска. Я понимаю, что от наших граждан очень много далеканий, но прошу, они что-то правильно, в случае того, что только сошел снег. В администрации обсудили текущую обстановку в городе. Сводка криминальных происшествий за неделю. Сразу в процедурном кабинете в лаборатории увидят, что пациент, например, Волков Иван Иванович, придет такого-то, что надо такое-то время сдавать анализы. И как только эти анализы будут сделаны, врач в электронной системе уже получит результат. В профессию со школьной скамьей. Работники медико-санитарной части 135 пообщались со старшеклассниками. «Будет больше скворечников, больше птиц, меньше комаров и всякой прочей мошки». Без дома не останутся. Очередная акция десногорских волонтеров. А теперь об этих и других новостях подробнее. В России вырастут цены на жилье и ставки по ипотеке. По итогам первого квартала текущего года средняя ставка превысит 10%. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотеки снизится на 10-15%, что составляет 2,5 триллиона рублей. Также на 5-10% вырастет объем просроченной задолженности. А еще через 2-3 года возможен значительный рост просроченной задолженности за счет части заемщиков, которые взяли ипотеку в период спроса. Темпы строительства жилья в 2019 году замедлится из-за изменения механизма долевого финансирования и ужесточения требований к застройщикам. Это приведет к росту цен, отмечают специалисты. Санитарная уборка города, случаи мошенничества, а также предстоящие мероприятия в городе. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании. Руководители ключевых подразделений города подвели итоги прошедшей недели. Представители полиции в очередной раз предупредили граждан о новых видах мошенничества. Злоумышленники продолжают снимать денежные средства у доверчивых граждан. Проблема мусора продолжает оставаться одной из главных городских тем. Планируют с организацией новых площадок по сбору твердых бытовых отходов в микрорайонах. Отдельно уделялось внимание вопросу весенней санитарной очистки города. Управляющие организации и службы благоустройства уже приступили к плановой уборке города. Я понимаю, что от наших граждан очень много дореканий, но прошу, конечно, это правильно, с учетом того, что только сошел снег, меняющиеся резкие погодные условия. Поэтому я думаю, что в течение месяца мы всю территорию города приведем к реальному состоянию. Также на совещании состоялось награждение участников всероссийского конкурса «Лучшие руководители Российской Федерации». Грамотой за активный обмен опытом лучших управленческих практик награжден Артем Чучев, сотрудник акционерного общества «Атомтранс». Мы всегда готовы к новым высотам. Всегда будем стараться активно участвовать во всех конкурсах, в работе, в работе с людьми. Кроме этого, отмечено достижение десногорцев в области культуры. Победителем областного конкурса «Лучший работник культуры Смоленщины» стал десногорский коллектив эстрадной песни «Ренессанс» под руководством Галины Реневой. Награждение проходило 22 марта в Смоленске. Предстоящие культурные события Десногорска отмечены мероприятиями в Центре культуры и молодежной политики. 29 марта в 15.00 пройдет праздничная программа, посвященная Дню войск Национальной гвардии. А 31 в 12.00 состоится зональный этап областного конкурса «Голоса 21 века». Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Возможность увеличения рабочего дня для женщин, которые трудятся в сельской местности, рассматривает Минтруд. Сейчас они работают 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но при этом получают полную зарплату. Сотрудники ведомства взяли за проработку возможности отменить или сохранить норму. Против этой инициативы уже выступили члены профсоюза работников агропромышленного комплекса. Они утверждают, что дополнительное время сельским женщинам нужно для того, чтобы заниматься домашним хозяйством. В настоящий момент в российских селах проживают около 38 миллионов человек, из которых 20 миллионов – это женщины, среди которых официально трудоустроены 63%. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 96 сообщений о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 105 административных правонарушений, в том числе и 83 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. В областной администрации обсудили перевод общественного и специального транспорта региона на газомоторное топливо. Инвестор предлагает построить на территории Смоленской области пять новых газовых заправок и реконструировать одну старую. Половина из них будет находиться в Смоленске, другая часть – на трассе М1. Предполагаемый объем инвестиций – около миллиарда рублей. Для реализации проекта планируется покупка в лизинг новых автомобилей. Помимо этого обновится парк мусоровозов регионального оператора, которые также будут работать на экологически чистом газовом топливе. Формирование кадрового резерва – одна из ключевых задач медико-санитарной части в 135. Для ее решения учреждение запустило программу «Школа-вуз-предприятие». Уже девятый год в учебных заведениях Десногорска и Якимовичей сотрудники медсанчасти проводят профориентационные уроки. 20 марта в средней школе номер 4 состоялась очередная такая встреча. Сейчас эти ребята учатся в старших классах, а в будущем, возможно, их объединит клятва Гиппократа. Определиться с будущей профессией юношам и девушкам уже не первый год помогают представители медико-санитарной части. Сотрудники больницы рассказали ребятам о специфике работы медиков, важности и благородности их деятельности. Живое общение со специалистами – это прекрасная возможность получить ответы на самые разные вопросы и убедиться в правильности выбора профессии. «Мы подробно расскажем о каждом нашем звене, чтобы молодые ребята, девушки, юноши, определяясь в своем выборе, знали, что есть такая профессия врач». Профориентационное движение дает свой отклик. На сегодняшний день по целевым направлениям от МСЧ-135 в медицинских вузах Смоленска и Москвы обучается около 50 человек. В 2018 году четыре выпускника Десногорских школ вернулись домой специалистами. В этом году заявление на солевое обучение подали уже 17 человек. По мнению работников медсатчасти, такая деятельность имеет большой потенциал. Общаясь со школьниками, они увидели заинтересованность профессии медработника. Виталий Волков, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Около 20 тысяч юных смолян отдохнут в летних оздоровительных учреждениях в 2019 году. Об этом рассказали на заседании Санитарно-эпидемиологической комиссии в администрации региона. Планируется, что этим летом детей примут 220 региональных лагерей. Сейчас идет ремонт их помещений, оборудование пищеблоков и медицинский осмотр персонала. Специалисты Роспотребнадзора проводят плановые и неплановые обследования организаций, в том числе поставщиков продуктов питания. На сегодня выдано 162 заключения, которые позволяют детским лагерям заниматься деятельностью в период летней оздоровительной кампании. Учителей и школьник в Смоленской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный экодвор». Проект направлен на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Для участия в конкурсе представителям школьной администрации, либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте школьныйэкодвор.рф. После этого участники получат все необходимые инструкции по организации праздника на территории школы, а также необходимые методические материалы. На празднике организуется мобильный пункт приема вторсырья. Все собранные отходы отправятся на последующую переработку. Для участия в празднике школам рекомендуется пригласить родителей и местных жителей. Конкурс продлится до 25 мая. Для некоторых горожан весенняя пора – это не только время отдыха, но и время хлопот. В парке Гесногорска волонтеры города развесили новенькие скворечники. Подробности далее. Собрать нехитрую конструкцию и повесить ее на дерево – казалось бы, ничего сложного. Но от слов к делу это переходит далеко не у всех. С должной самоотдачей и ответственностью за это взялись волонтеры организации ОСА города Десногорска. Качество работы видно невооруженным глазом. Доски аккуратно подогнаны, а сам корпус бережно покрашен. Это хороший пример дружной и веселой работы. Это стало завершающим этапом акции «Птичий дом». От идеи к готовому скворечнику ребята все сделали своими силами. Были проведены работы по обработке дерева, скреплению конструкции и покраске готового птичьего домика. Акция направлена на помощь пернатым друзьям. Можно не сомневаться, что такие красивые скворечники придутся по вкусу не только птицам, но и жителям города. При этом ребята руководствовались не только благими намерениями, но и вполне прагматичным расчетом. Сначала их собирали, потом раскрашивали. Это было интересно, весело. То есть мы не сидели как на каторге этим занимались, а скорее веселились. Будет больше скворечников, больше птиц, меньше комаров и всякой прочей. При проведении акции ни одного дерева не пострадало. Скворечник аккуратно привязывали к стволу веревкой, что делало конструкцию надежной и безопасной. Добрые дела на этом не заканчиваются. У волонтеров города еще много планов на это лето, поучаствовать в которых также можете и вы. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Дозганова, Десна ТВ. В областном центре откроется салон красоты для животных. Его основная особенность в том, что центр по уходу за кошками и собаками откроется на базе Госветслужбы. Для четвероногих друзей салон откроет свои двери в апреле. Там животным будут не только стричь шерсть и когти, но и обрабатывать их от вредителей. Также в регионе на базе Госветслужбы будет введена новая услуга для питомцев – остеосинтез. Это современный метод оздоровления помогает восстанавливать кости, суставы и сухожилия. Для нового вида оказания медицинской помощи уже закуплено специализированное оборудование. А теперь коротко о погоде. 28 апреля в Десногорске ожидается переменная облачность. Днем плюс 5, ночью минус 5. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistovay.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.